Всем привет дорогие друзья, с вами я Горо и сегодня мы посмотрим на новую FIFA 22, которая вот-вот скоро выйдет уже в общий доступ для подписчиков EA Play есть 10-часовой бесплатный доступ, я являюсь подписчиком EA Play и поэтому есть 10 часов, чтобы побаловаться, ну а потом или покупай игру, или играй в 21-й, ну кому как удобно. Сейчас мы посмотрим с вами быстренько, как поменял FIFA, как игровой процесс, какие изменения там может в графике и так далее. Что ж, давайте выберем кем мы будем играть, такая вот новость, в FIFA 22 появилась сборная Украины, это впервые с FIFA 2010, в последний раз в FIFA 10 была сборная Украины, там были лицензированы игроки, но не была лицензирована форма и эмблепа, там просто был флаг и такая дефолтная форма. А сейчас же вот в EA Sports теперь лицензия и на форму и интересно только какая форма, там же была с картой изначально, потом ее на груди, потом переделали. Так что ж, давайте Украина-Россия. Вот у меня такой вот, думал что записать, какой матч именно записать, но вот в голове возникла такая идея, давайте посмотрим. По статистике нападение полузащита у нас лучше, защита наравне, ну что ж. Так, давайте, желтая форма у нас, красная у сборной России, сейчас даже можно посмотреть, да, форма с карты, видите, даже вот на главном меню выбора формы это видно прекрасно. Ну что ж, это интересно, давайте руководство командой, вот пару раз я уже пытался поиграть в такой дерби, и так, руководство командой. Посмотрим состав, Малиновский, ну смотрите, схема как на евро, Малиновский фланговый, ну давайте, Малиновский, Месторенко, давайте их поменяем местами, они будут полезнее. Итак, вместо Сидорчука поставим Степаненко. Так, посмотрим по лавке, кто у нас тут, Зубков, Довбек, Марло, Сыганков, Бущан, Кривцов, Сидорчук. Так, резервный у нас, Макаренко, Бежус, Соболь, Тимчик и Трубин. Ну давайте, 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 может быть Соболю дадим поиграть. Давайте, Соболи вместо Караваева. Вместо, давайте, Сидорчука посадим на лавочку Караваева. Ну, на всякий случай, во втором тайме он нам пригодится. Ну что ж, вот наш стартовый состав. Давайте, давайте еще вместо пятого Бущана поставим. Ну что ж, давайте, смотрим у нас параметры РМ, что у нас лейт, мировой класс. Давайте, погода поставим, лето. Время суток 19.30, переменная облачность, пусть будет. Тут еще, ух ты, тут еще можно покрытие делать, давайте натуральный газон. Интересно, я потом это проверю. Что ж, выходим мы на поле. Сборная Украина против сборной России. Первый класс стоит, да. Ярмоленко, почему-то у Ярмоленко тут тринадцатый номер. Хотя у него всегда семерка. Ну, это уже, я надеюсь, в полной версии это поправит. Балуемся. Ух, ладно. Ну что, друзья, команда выходит на поле. Так, подождите, еще так громко у нас сейчас звуки стадиона. Давайте чуть-чуть уберем. Я вроде убирал, но, видите, я не думал, что так настолько... Так, где туда мы залезли. Давайте пусть будет один. Что, друзья, поехали! Сборная Украины против сборной России. Ну, теперь мы это можно сыграть хотя бы в FIFA. Хотя, не знаю, зачем и кто этим еще будет заниматься. Так. Ну, знаете, я скажу так, игра стала чуть-чуть помедленнее. Ее замедлили, потому что, если брать FIFA 21, да, и какие там были скорости сумасшедшие. Кто-то сейчас, ох. Яренчук удар! Геремия спасает команду. Первый момент у сборной Украины. Роман Яренчук. О, как бы там красиво. Так, посмотрим стандарты на вес. Шабаренко удар, нету. Мафинка. Шабик. И рукой у нас. Штрафной удар. Малиновский делает навес. Ах, хочешь. Слабо так все побежали вперед. Ай, хотел... Ай-яй-яй-яй. Хотел в одно касание красиво сыграть, но... А, нет, извините, не Геремия, а наоборот Хашунин. Что-то казалось, что Геремия и основной вратарь, как бы. О, худар какой! Забивайте, Оренчук! Ох, ну сейчас, ну видите, уже по тем тоннам, которые я сыграл, можно сделать вывод такой, что удары стал тоже тяжело забивать. Но, ну тут очень тяжело забивать удары, но вратаристы я очень сильно. А вот так и видите, вот так удар в обводку, Шунин с ним не справился. Так. А, вот передача Жирков, сколько тебе лет, дядя? Пятый десяток. Фифион играет еще в основном составе. Глава для сборной России, первый стандарт Жирков. Надо передача, жмолить Динов, блокировать, блокировать! И штабга! Ух ты! Это было очень неожиданно. Что там такое, что, в смысле штрафное. Где там был фол? Вопрос. Ладно, розы, рыжка, ку... О, ль-й-й-й! И бущан! Жора молодец! И теперь в моменте со Шангеном, но откровенно повезло, то сейчас... Ой, красиво! Хорошо. Давайте поконтролируем мяч, мы выиграем, не надо никуда спешить. Вот это же передача в никуда. Хотьте. Жирков. Защищаться тоже, мне кажется, стало сложнее. Хотя, вот, припрессинг, ой-ой-ой, отобрал, как и передача, яичок! Ах, там забегание было, и все еще есть забегание, давал ее на забегающего туда Малиновского. Ну, ведь не прошло. А сдуев, так, ну что ж. Текстовой газон, остались зеленее, потому что 21-й играешь, такой газон тусклый, как будто играющий фан всем. Это был недочет очень большой, потому что... Играть в игру с таким тусклым газоном, там даже если насыщенность, ты выкручиваешь, что все равно это не то. Тут же газончик мы видим... Довольно-таки зеленый. Шапаренко. Шапаренко, видишь, подключение, вот, Миколенко. Удары, Шунин спасает команду. Хотел завести опять, видите, сколько пасов возле штрафной. Малиновский. Удара нет, но у нас еще борьба продолжается. На вес, я на Иринчука снова, но... Звезда Бенфики. До мяча не добрался, ух ты! Как я хотел ей тоненько, ярмоленько сыграть, но... Иринчука мяч не дошел. Тем временем, у нас первый тайм заканчится, счет 1-0 в нашу пользу у сборной России, но совершенно ничего не получается. Тем не менее, мы уже могли забивать... Больше, чем 1 гол. Ну, и момент у соперников тоже были, штанга и потом сейф Гущана. Но в целом, игра под нашим контролем. Что нам показывает и статистика, хотя вот удары 3-3. Хотя ожидаемые голы, видим 1-2 против 0-4. Ну, видимо, даже статистика показывает, что игра у на идет пока складывается за нашим сценарием. И я не думаю, что в том тайме что-то изменится, хотя оно все, может быть. Зная, как я люблю привозить, то, друзья, это только начало. Как же не радуйтесь. Так. Нажимаем Динов. Так, так, так. Не будем играть с центральными защитниками. Что-то делать опасно, хотя бы. Вот, перехват, и можно идти в контратаку. Ну, давайте не будем сильно бежать вперед. Счет нас вполне устраивает. Ой, какая передача на Римчука! Римчук и Шунин снова спасает команду. Ну, Шерман Ваил вратари тут просто вай. Ну, и... Хотя, может, это и хорошо, если играть там в онлайне. Вот так, Матвиенко. Паснозинченко! Обрезка. Вот и обрезка, смотрите. Центр гуляет. Повезло, что искусственный интеллект, это искусственный интеллект. Потому что теперь сыграл с человеком, это был бы уже гол, наверное. Ух ты! Пусть жду, пока все разойдутся по позициям. Чтоб можно было обострять. Пас на Ярмоленко, Ярмоленко вообще... Ох! И будет угловой, да? Сейчас хорошо сыграла. Оборона соперника. Малиновский навес! Ярмчук и вышиворот! Вот такое. Куда лишь 6-1. Нет, пять ударов Ярмчука, да? Один из них он забил. Каким красивым ударом он его сделал. Так, соперники начинают свою атаку. Ну, дайте, мне, честно, в 22-ю играть сейчас приятнее, чем в 21-ю. Такого-то у меня такое чувство было, когда играл в 20-ю. В 21-е как-то вот не знаю. Не так, а вот... А, вот момент, а вот момент! Главное не привести им за баррой. Соболь. Соболь сегодня мы не видели, ну, не атаковали через его фланг. Матвиенко, Зинченко. Барни пласт, хотя я давал на Соболе, ну ладно. Ой-ой-ой, на вес их тут, ха. Уже опять, видите, пытался завести ворота, но... Удар, и мяч, что срезается с ноги. Давайте замена, вместо Зинченко выходит Цыганков. Да, мяч с ноги срезался. 78-я минута, тем временем, счет у нас 1-0 в пользу сборной Украины. Ну, мы провалим сейчас фланг. Куреша против Соболя, Жирков. Жирков в штрафной входе, Жирков! Ух ты, 1-1! Вот так, ничего не предвещало беды. Так, это уже интереснее становится, по сути, свой единственный момент. В том тайме сборной России забило. Так, ну, серии пенальти я не хочу. Хотя, давайте, если будет ничь, мы сыграем серию пенальти. Слобально уж показывай свою скорость в Запорожскую. Ай-яй-яй, ну... Надо было бить, зная какой-то Малиновского удар. И контратак. И, ой-ой-ой, какой опять провал! Где все, и Бущан? Бущан, давайте Марлос вместо Малиновского. На последние минуты. Может, сейчас удастся в быструю и стремительную контратаку. Побежать, удар! Вот это да! А кто не доиграл-то сейчас? По-моему, это был Жирков. Это Джики. Вот так. Мы выигрывали этот матч. И выигрывали. Но не таки продолжительное время. Могли многое еще забивать. Но... Ой, Марлос, свежий Марлос, смотри, что он делает. Марлос уже в штрафной. Марлос! Мяч у нас остается Яремчук! Защита блокирует мяч у нас. И что? Матч закончен? Или нарушение было? Так. В финале свистогает орбитр. Вот так вот. Довольно неожиданно. Когда мяч... Матч был полностью под моим контролем. Пропустили, во-первых, стремительную атаку. И... С углового. 1-2. Проигрываем. Ну что ж. Как бы это прискорбно не звучало, но... Сборной России я уступил. Так, ну, видимо, удары 8-6. Точные пасы. Ну, давайте посмотрим более подробную статистику. Чтобы же отталкиваться от того, что у нас... Ну... Видите, полностью вот по... Первым четырем показателям мы обыграли соперника. В отборе было лучше сборной России. Ну и дальше. Плюс-минус спорно. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. С вами был я, Горый. Сегодня мы посмотрели с вами FIFA 22. Новую, которая вот уже вышла. Для тех, кто сделал предзаказ. И для всех выйдет она уже 1-го октября. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Всем пока. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok